Задолжал за услуги, жди соответствующей реакции. Пинские коммунальщики продолжают борьбу с неплательщиками, в том числе, прибегая к таким непопулярным мерам, как отключение электроэнергии и водоснабжения. Свидетелями такой процедуры отключения стала наша съемочная группа. Тех, кто не может или не хочет платить за предоставленные коммунальные услуги, прекрасно знают в расчётно-справочных центрах ЖРЭУ города Пинска. Здесь фиксируются данные о задолженности. И как только они превышают предусмотренные сроки, можно начинать процедуру приостановления коммунальных услуг. Это отключение благ цивилизации, воды и электричества. И так предписывает поступать закон. Государственное предприятие ЖРЭУ города Пинска вправе приостановить коммунальные услуги при наличии задолженности у гражданина два и более расчётных периода. И не погасившему эту задолженность в течение пяти календарных дней после вручения предупреждения о необходимости покошения данной задолженности, либо направленной заказной корреспонденцией в тём почтового отправления. В законодательстве чётко указано, что все домовладельцы, пользующиеся коммунальными услугами, должны рассчитываться за них не позднее 25 числа каждого месяца. Даже если кому-то довелось уехать или попасть в больницу, всегда можно выйти из положения. В случае нахождения в больнице медицинских учреждений гражданин по прибытию должен предоставить в течение семьи календарных дней справку о нахождении на медицинском учреждении. И, соответственно, будет произведён перерасчёт. И всё же о реальных должниках. К ним неоднократно применялась процедура отключения. Её провели около двухсот раз в минувшем году. И в нынешнем количество не уменьшается. Контингент неплательщиков всем известен. И встречается едва ли не в каждом многоквартирном доме. Категория данных лиц – это лица, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие антиобщественный образ жизни. Только малая часть данной категории лиц – это лица, которые находились или находятся в медицинских учреждениях на лечении, либо за пределами Республики Беларусь. Оксана Суховерхая привела и недавние примеры. Пенсионерка, проживающая в одном из домов по улице Бреской, не заплатила раз, другой, третий. Даже несмотря на то, что долг был относительно небольшим – чуть более ста рублей – появился повод для приостановления коммунальных услуг. К счастью, до этого не дошло. В самый последний момент женщина одумалась и его оплатила. Увы, другая ситуация сложилась с хозяином квартиры в доме по улице Первомайской. Его долг не погашался. Известили – реакции никакой. Тогда пришлось электрикам ЖРЭУ наведаться к неплательщику. Снимаем провода, включаем с пакетника, с автоматом. Может, оставшись в темноте без электричества, у домовладельца появится желание рассчитаться по задолженности. К тому же придется потратиться сверхдолга. Нужно, в первую очередь, погасить задолженность по жилищно-коммунальным услугам и произвести оплату, связанную с затратами по возобновлению предоставления коммунальных услуг. На сегодняшний день затраты по возобновлению предоставления коммунальных услуг составляют 36 рублей 61 копейка. Но есть еще одна более радикальная мера, применяемая к злостным неплательщикам – выселение. Очевидно, что этого некоторые должники не особо страшатся. В нынешнем году уже более чем в 20 случаях их выпроваживали из жилья. Увы, к тем, кто не планирует платить по счетам и далее будут применяться непопулярные меры. Продолжение следует...